Приветствую вас. Я понимаю, что вы не удовлетворили свою потребность в помощи в первый раз, когда задавали вопрос свой. Я понимаю, что вам, возможно, было мало в первый раз, хотя вы лучший ответ вы выбрали, непонятно, консультировались ли вы у человека, которого выбрали лучший ответ или нет, только если консультировались, то консультировались бесплатно. То есть я понимаю, что вам этого мало, но вопрос свой вы задаете по сути такой же, то есть это повтор. Вот. И на самом деле это не очень хорошо, потому что вы крутитесь сейчас на одном месте, да, я помню того, что это правильно запрещено. А на ваш вопрос второй похожий. Вот. Вы ещё и, собственно, как бы создаете то же самое. Вы спрашивали, а вот что делать, как бы, я не могу забыть отношения, вот. И сейчас вы пишите то же самое, что не могу забыть отношения. Но ведь ответ коллеги, как вот Светлана Витт вам отвечала, да, ответ коллеги, он, по идее, вас удовлетворил в этом смысле полностью, да. Вот. Почему, почему вы задаете вопрос, да, ещё раз? Ну вот, ещё один вопрос. А это для меня здесь загадка. Вот. Ну давайте разбираться. Значит, вы пишите, да, я вот ваш первый вопрос возьму, да. Значит, расстались с парнем, первая любовь. Значит, смотрите, вы расстались со своим мужчиной из-за чего-то. Так? То есть должна быть причина, должна быть причина, по которой вы расстались. С этой мужчиной. То есть либо он от вас ушёл, вот. Либо вы решили, что вам пора от него уходить. Сами. Либо между вами что-то не сложилось. То есть какие-то вот, ну возникли, возникли какие-то обстоятельства, да, из-за которых мы не смогли быть вместе. Вот. То есть тут история, она вот такая. Папа, вам нужно раскрыть причины, причины расставания, из-за чего вы расстались с мужчиной, с своим парнем. Потому что без расставания, да, то есть без причин расставания невозможно вам помочь. То есть причина расставания, это то, с чего все начинают, это какие-то претензии, да, это какие-то страхи, это тревоги. Но в любом случае, это что-то, это что-то, что вы, значит, переносите на человека. Два дела осложняются тем, что это первая любовь, вот, первая любовь, конечно. Всегда она такая, вот она с одной стороны сильная, с другой стороны бескомпромиссная, да, то есть человек должен быть только таким, как я его вижу, вот, и никаким больше, вот. И тут очень важно, опять же, понять, не разочаровались ли вы в своем мужчине, да, то есть, вот, может быть, вы разочаровались, может быть, он вас разочаровался, вот. Ну, и тут, вот, опять же, нужно смотреть, да, то есть информации, информации, ну, достаточно мало. Информации достаточно мало для того, чтобы именно здесь вам помочь сорвить, да, то есть непонятно, с чем им им дело. Вот, понятно, что расставание вас как-то задело. Вот, я могу пока сделать вывод только такой, что вот мужчина, да, он для вас был, ну, чем-то явно большим, чем-то большим, чем он должен быть, должен был быть. И это вот на самом деле проблематично, на мой взгляд, потому что первой любовью бывает, вряд ли бывает по-другому, да, то есть первая любовь всегда достаточно тяжело. Вот, переживается, вот, но история здесь, она такая, что вот, если вы не можете в течение достаточно долгого времени забыть человека, вот, что возможно, 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 что-то там гораздо сильнее. по вашим, по вашим желаниям идет, что-то там гораздо сильнее по вашим потребностям идет, ну, что-то там такое гораздо, ну, гораздо более глубоко происходит, раз вы не можете до сих пор своего мужчину забыть, да, раз вы не можете его забыть, отпустить, да. И так далее, вот, то есть это, конечно, это серьезно, это серьезно, нужно смотреть, нужно смотреть, вот, смотреть, чего ожидали, чего хотели, вот, чего ожидают те, чего хотят те сейчас от мужчины. Дальше. Дальше, в стриме на душе какой-то груз, а, ну, значит, ну, лучше, если вы этот груз для себя выделите, то есть, если вы вот посмотрите, ну, на него, да, на этот груз, и скажете себе, что это такое, то есть вот груз, да, что это, я чувствую груз, да, вот вы пишите, вот, что вы чувствуете, какое это чувство. Что на вас давит конкретно, вот, понимаете? То есть это, это вот такая история, да, это такая история, которую очень важно понять и определить, что вы сейчас, вот вы сейчас, да, тяготитесь, вы тяготитесь сейчас именно этим. Ладно, это вы тяготитесь именно тем, что что-то на вас давит, а что вы не понимаете, не понимаете. Что-то, да, что непонятно. Вот, это обида, это неудовлетворенность, это страх какой-то, да, страх там какой-то чего-то перед чем-то и так далее. Ну вот, это разочарование, это может быть какая-то еще история, понимаете? Вот, то есть, тут вот нужно обязательно смотреть и исследовать, тут нужно смотреть и исследовать, что конкретно на вас давит. Потому что, ну, понятно, да, что история такая, что до тех пор, пока вы сами не увидите и сами не прочувствуете, вот, что с вами происходит, ну, вряд ли вам можно будет помочь, да. Кстати, вы даже помощи не просите, вот, что-то вы не задаете вопроса, да, никакого, ничего, ничего. Что, в общем-то, тоже вызывает сомнения, да, то есть, предоставление в том, а ради чего вы, собственно, ну, ради чего вы задаете вопрос свой. То есть, вы чего-то хотите, вы чего-то ждете, вы чего-то ожидаете от нас, если да, то чего именно. Вот, что-то мне кажется, что здесь, вот, очень-очень важно вам эту историю для себя увидеть. Так, до сих пор не могу забыть его. Ну, совершенно очевидно, что забыть вы не можете не его, как такового, а забыть вы не можете себя. То есть, вы не можете забыть то, как вы себя чувствовали с ним, вот. Вот, и это совсем не то же самое, вот, совсем не то же самое, да, когда человек помнит постоянно о ком-то, именно в контексте своих ощущений, в контексте своих чувств, чувств, вот. Мне кажется, что вы, ну, судя по тому, что, вот, я прочитал, мне кажется, что вы помните, скорее, свои ощущения, нежели чем, значит, самого человека. Вот. Так, давайте подумаем, давайте подумаем, подумаем, что именно вы, что именно вы не можете забыть? Вот. То есть, что конкретно вы не можете забыть, что конкретно вас не получается забыть? Что конкретно вас все время, вот, значит, ну, возвращая туда, вот, и это что-то, скорее всего, связано с вашими желаниями. Вы пишите, иной раз ненавижу. Опять же, момент, да, момент. Ненавидите. А за что? За что вы ненавидите человека? Есть ли его за что ненавидеть? Нет, ну, вы конечно, вы конечно, вы его ненавидите, безусловно. Вопрос-то заключается в том, за что вы его ненавидите. Вопрос-то заключается в том, что именно вызывает в вас ненависть к нему. Ведь совершенно очевидно, да, что что-то, что-то ненависть вызывает. Вот необходимо, необходимо понять, что лишает вас равновесия, скажем так. Что лишает вас спокойствия? Иной раз люблю. Знаете, вот, любовь это что-то постоянное, если вы понимаете, о чем я. Вот. То есть любовь не может, любовь не может быть, любовь не может быть чем-то таким, знаете, сессионным. Я бы сказал. То есть если любовь есть, то она есть. И она не совместима с ненавистью. Как это не, опять же, странно. Если любви нет, допустим, то ее нет. То есть не может такого быть, что любовь, что есть, да, что ее нет. Так не бывает. Поэтому вот данный, данный аспект, данный аспект, я рекомендую вам учитывать. Я верю, да, я верю в то, что, вот, ну, ну, я верю в то, что вы, вы действительно можете человека ненавидеть. Вот. Я верю в то, что он причинил вам боль. Вот, но такова любовь. Такова любовь. Нельзя сказать, что вся любовь обязательно ненависть, боль, нельзя сказать, что вся любовь обязательно какой-то вот негатив, да, но, тем не менее, любви без боли быть не может. Такова природа. И либо вы не приняли до сих пор этот факт, вот, либо вы не приняли до сих пор этот факт, либо вы надеетесь человека вернуть, то есть надеетесь, что все изменится, что все станет по-другому, вот. Либо есть еще что-то, о чем я не знаю, чего вы нам не говорите, чего вы нам не рассказываете здесь, есть какие-то, значит, чисто такие вот уникальные обстоятельства, да, ну, индивидуальные, я бы сказал даже, обстоятельства, вот, о которых, о которых вы нас не посвящаете. Вот. То есть если вы задаете вопрос второй раз, то, наверное, вас это волнует, если вы задаете вопрос второй раз, ну, наверное, надо как-то поподробнее что-то рассказать. Кажется, что я больше никого так не полюблю, я слишком много открылась этому человеку. Ну, вообще, данное чувство, данное чувство, да, оно, в общем, нормальное, то есть это нормально чувствовать, что вы никому не сможете открыться. А больше, потому что, если бы вы думали, например, и считали бы по-другому, то, наверное, это не было бы тем чувством, которое вы испытываете. Вот. Вот. Вне зависимости от того, любовь это у вас или страсть. Вот. Поэтому данное чувство, это нормально. Вот. Что касается того, что вы открылись, слишком много открылись человеку, то это момент, это момент. Ибо одно дело любить, одно дело любить, и совсем другое дело открываться. Совсем другое дело открываться человеку. Поэтому простите, но если вы слишком много открылись, то либо у вас проблемы с налаживанием контактов, налаживанием связей с людьми. Вот. То есть вы как-то вот, ну, слишком, слишком, слишком сильно нуждаетесь в ком-либо, слишком, слишком сильно нуждаетесь в откровенных отношениях, слишком сильно нуждаетесь в близости. Что говорит о том, что вы, возможно, не очень принимаете себя, то есть вы не очень гармоничный человек, сами по себе. Вот. И у вас проблемы с доверием. То есть вы не доверяете сами себе. Не доверяете своим чувствам, своим, ну, своей интуиции и так далее. И, конечно же, конечно же, конечно же, это тоже может быть серьезной проблемой для вас в том числе. Вот. Если вы это не подкорректируете, если вы это не скорректируете, да, если именно этой потребности, то есть этого факта, да, вот, факта того, что вы открылись именно, не будет в других отношениях. Потому что открываться в отношениях, это нормально, а вот открываться именно так, как хочется вам, и не открывать того, что вам не хочется, а если открывать, то только по желанию. Это ответственность исключительно ваша. Поэтому здесь вам нужно просто извлекать выводы, то есть, ну, делать выводы, извлекать уроки. Вот, исходя, исходя из того, что вы написали, вот, и в следующий раз, значит, открываться уже меньше и не открываться более медленно. Вот. И немаловажный факт заключается в том, чего вы ожидали от того, что открылись человеку. Чего вы ожидали. То есть, чего вы хотели. Вот. Хотели вы чего. Ну. То есть, вы считали, как, как все будет. Вы считали, что вы открывались, вы открываете, точнее, вы открываетесь человеку, и он взвремя с вами, или как? Вот. Кстати, полгода для того, чтобы чувство вас оставило, да, полгода срок достаточно маленький. То есть, ну, вот, именно полгода срок небольшой. Сейчас росло уже немного больше, но, тем не менее. Это от одного года до трех лет происходит процесс забывания человека. Вот. От одного года до трех лет. Трех лет. Вот. Поэтому здесь вот то, что вам нужно обязательно учитывать. Учитывать. Теперь дальше. Вы пишите. Предыдущие неудавшиеся отношения не дают душевного покоя. Все время о них думают и думают о предстоящих. Кажется, мне больше нечего отдавать следующих отношения. Вы знаете, Ангелина, интересно другое. Интересно другое. Интересно, что у вас есть время думать об отношениях. Интересно, что у вас есть время думать об одних отношениях и о других. То есть, о прошлых и о будущих. Интересно, что вы думаете о том, что в отношениях нужно что-то отдавать. Что вас это откровенно, например, тяготит или беспокоит. Вот. В отношениях, конечно, отдавать нужно, но только то, что хочется, то есть, ни в коем случае никто никого не заставлял. Да? Ни в коем случае никто никого не принуждал. То есть, в отношениях отдается исключительно то, что хочется. И тогда, когда хочется человеку. Понятно? То есть, это не работает так, что человек должен. Он должен что-то отдавать, он отдаёт. Другое дело, если у вас есть потребность в отношениях. Это уже вот совсем другая история. Если у вас есть потребность в отношениях, то простите. В таком случае нужно в первую очередь работать именно с потребностью. В таком случае следует работать именно с тем, для чего вам отношения нужны. Почему вы хотите, чтобы они у вас были? Почему вы вообще о них думаете? Да? Вполне возможно, что вот свои прошлые отношения вы не завершили. Но в этом вам можно помочь. Можно помочь вам их завершить. Вот. Для этого, для этого вам нужно взять, взять личную консультацию у психолога, и поработав с ним, с психологом, с любым из наших экспертов, вы сможете получить, найти и получить для себя то, что хотите. Вот. Кто-то решения, кто-то новые, кто-то новые открытия, кто-то что-то ещё. Но только так. Не иначе. Понятно? О чём идет речь. Я вам рекомендую меньше думать об отношениях сейчас, как бы сильно не хотелось. Вот. И больше всё-таки думать о себе, о своих целях, о своих желаниях. Вы, вероятно, молоды. Поэтому двигайтесь по своей жизни. Двигайтесь по ней. Сами. Да? То есть идите по своей жизни сами. Не думайте об отношениях. Потому что так получается, что отношения вам для чего-то нужны, ещё раз повторяю. А человек в отношениях нуждаться не может. Вот. Ну, он не может нуждаться. А вот если человек нуждаться в отношениях, он становится зависимым от них, от отношений. А если он становится зависимым от отношений, то ничего короче из этого не выходит. В том числе и для партнёра вашего, с которым вы в этих отношениях. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Удачи вам. Удачи вам. Продолжение следует...